МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О зарплатах, вопросах благоустройства города, реализации нацпроектов. Глава города отчитался о результатах работы за прошлый год. Мультфильм своими руками. В Пушкинке начала работу летняя студия Смайлик. Образцовый коллектив студии эстрадной народной хореографии Задоринки присвоили почетное звание. Далее расскажем обо всем подробно. О реализации нацпроектов, наполнении бюджета, росте заработной платы, благоустройстве и вопросах со строительством городских объектов. На сессии 28 июня депутаты заслушали отчеты главы города и председателя Думы. Подробности далее. Средняя зарплата в 2021 году в ядерном центре составила 90 542 рубля. На предприятиях муниципального сектора 30 030, в малых и средних предприятиях 27 818. Такие цифры нашли отражение в докладе главы города о работе за прошлый год, которую он представил депутатам на думской сессии. Кроме того, Алексей Сафонов рассказал, что за счет бюджетных средств улучшили жилищные условия более 80 семей. Очередь из нуждающихся в улучшении своих жилищных условий все равно большая, больше тысячи семей. Но Саров в этом плане практически единственный город в регионе, где она движется. По этому вопросу мы кратно лучше выглядим все наши территории соседние, потому что данным вопросом на тех территориях, я бы не сказал, что у них там есть какие-то положительные результаты. Саров в этом плане действительно сохраняет свою социальную направленность, и мы стараемся сделать многое для того, чтобы у нас эта очередь уменьшалась. Докладывая о деятельности департамента образования, Алексей Сафонов отметил, что городу удалось исполнить указ президента о повышении зарплаты педагогических работников. Их доход составил более 38 тысяч рублей. Рассказал он и о других достижениях ведомства Натальи и Володько. Буквально за короткий период, считанные недели, удалось отпроектировать и войти в национальную программу капремонта школ, ввести туда четыре объекта наших. И уже на этот год мы получили финансирование на два объекта. Это удалось привлечь более 200 миллионов рублей. Поэтому, скажу, действительно очень достойная задача, с которой департамент образования с коллегами справились, безусловно. Алексей Сафонов не обошел стороной городские проблемы. Отвечая на вопрос о затяжном строительстве нового здания 11-й школы и Центра культурного развития, он отметил, что сначала работы шли в хорошем темпе. Но в 2021 году страна столкнулась с непрогнозируемым ростом цен на строематериалы. Совместно с областными ведомствами администрация пыталась решить эту проблему и минимизировать убытки подрядчика. Мы и подрядчика предупредили, и инициировали сами. На текущий момент возбуждено уголовное дело против данного подрядчика. Потому что со стороны администрации сделана максимальная работа для того, чтобы данные объекты строились и вводились. По большому счету на текущий момент у подрядчика нет оснований не сдавать объекты. Мы решили практически все его вопросы. Контракт с подрядчиком будут расторгать. Кроме Алексея Сафонова, доклад о работе Думы представил ее председатель Антон Ульянов. Антон Сергеевич рассказал о работе органов МСУ во время пандемии, работе с обращениями граждан, создании Молодежной палаты. Мы набрали довольно активный состав. 15 человек, представляющие разные городские предприятия. В прошлом году Молодежная палата выбрала из своего состава председателя. Это Евгений Шестаков. И также Молодежная палата направила представителя города Сарова в молодежный парламент при законодательном собрании Нижегородской области. Это Евгений Осетров. С полными отчетами председателя главы города можно познакомиться на сайтах Думы и администрации Сарова. Кроме того, депутаты рассмотрели корректировки в бюджет и изменения в прогнозный план приватизации. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Безработным предпенсионного возраста увеличат размер пособия. Это касается предпенсионеров, признанных безработными до 31 декабря 2018 года. Сейчас размер пособия для них не превышает 8 тысяч рублей. В то время как предпенсионеры, признанные безработными в 2019 году и далее, получают повышенное пособие. До 11 тысяч 300 рублей. Конституционный суд посчитал такое положение дел несправедливым и несоответствующим Конституции, сообщили в Минтруде. Перерасчет пособия по безработице будут производить по заявлениям граждан. 2023 год в России официально объявлен годом педагога и наставника. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Решение подчеркивает особый статус педагогов и их неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Более полутора тысяч мусоровозов из 12 регионов оснастят видеокамерами, чтобы следить за движением отходов и работой подрядчиков, сообщает пресс-служба российского экологического оператора. Благодаря сбору данных можно будет увидеть, изменился ли вес отходов и сколько на самом деле ТКО мусоровоз привозит на объект. К эксперименту присоединились несколько регионов, в том числе Нижегородская область. Результаты эксперименты подведут в конце лета этого года. Мошенники стали звонить россиянам под видом службы поддержки сотовых операторов, сообщили в пресс-службе ВТБ. Жертвы сообщают о взломе личного кабинета или телефона, а потом убеждают набрать специальную команду якобы для предотвращения и хищения персональных данных. Таким образом, абонент самостоятельно меняет настройки своей сим-карты и устанавливает переадресацию смс-звонков на номер мошенника, предупреждают специалисты. Самоизоляцию для беременных продлили до 31 июля. Очередные изменения внесли в указ губернатора Нижегородской области о введении режима повышенной готовности. Работодателям до этой даты необходимо перевести беременных женщин на дистанционную работу. Учитель математики из лицея 15 Дмитрий Григорьев победил в региональном этапе конкурса «Учитель года России-2022» и будет представлять Нижегородскую область на заключительном этапе. Помочь Дмитрию Григорьеву на федеральном уровне могут и сорокчане. Уже стартовало зрительское голосование на официальном сайте конкурса «Учитель года России-2002». Отдать свой голос за педагога можно в разделе «Медиавизитки». Все больше россиян выбирают отдых в пределах страны. Этим летом во все федеральные округа запустили дополнительные туристические чартеры. Мы узнали у саровчан, куда они планируют отправиться на отдых в сезон отпусков. Лето – это пора отпусков и отдыха вдали от повседневной рутины. Одни предпочитают шумные мегаполисы, другие – ленивый отдых на пляже, а третьи – экстремальные турпоходы. В Ростуризме сообщили, что в этом году запустят дополнительные туристические чартеры во все федеральные округа. Программа пополнится рейсами во Владивосток, Тобольск и Чечню. Спросим у саровчан, куда они поедут отдыхать этим летом – в Россию или за границу? На даче. На даче. За границу не езди никогда. Я предпочитаю Россию. Все, наверное, в Крыму у нас отдыхают. Я тоже в Крыму люблю. А за границу? За границу, ну, была, да, люблю тоже за границу. Прагу, Чехию очень люблю. Но, к сожалению, сейчас всем придется в России отдыхать. В этом году в Крыму очень страшно. Да нет, в этом году нигде не была, наверное, и не планирую. В связи с этими санкциями лучше отдыхать в России. Я был в деревне у родителей, есть грибы, замечательная природа, замечательная природа. Вообще супер. Россия – это кладезь. За границей, не буду говорить о них плохо. Ну, к каждому свое. А в России в какие-то рода? Вы знаете, я хотел бы съездить на Курилы, хотел бы съездить на Алтай. Я даже не знаю, на Камчатке, наверное. Ну, там даже, как сказать, представить. Ну, воздух там российский хороший. Плюс там арэба, рыбалочка, как полагается. Что надо для человека. Камокши, лес, грибы, ягод. А куда в этом году поедете? Все так же, как сказал. А чем привлекательны вот именно эти места? Не знаю. Нравится с детства. Лучше, конечно, за границей там дешевле, в Турции или где-нибудь в Египте. Но поскольку я, так сказать, сотрудник в НЕФ, то не имею права выезжать. Поэтому лучше от России. На Дальнем Востоке. Долина Гизеров – моя мечта. И Байкал. Больше никуда не хочу. Как мы выяснили, многие горожане все-таки предпочитают отдых в России. Большинство опрошенных сказали, что у нас в России и так много очень красивых и запоминающихся мест, которые могут затмить даже заграничные курорты. Фантазийное мышление, знакомство с графическим редактором, отработка навыков, проектные командные работы, монтаж. В Пушкинке начала работу летняя студия «Смайлик». В ней юные саровчане постигают азы мультипликации. О том, как прошли первые занятия, расскажем далее. Когда-нибудь вырастут молодые елки с яблоками на ветках, обрадовался Весенок. Какую эмоцию у нас испытывает. Удивление, грусть, недовольство. Участникам летней студии «Смайлик» нужно не просто понять, какие эмоции испытывают герои сказки Игоря Фарборжевича «Еловое яблоко», но и изобразить их в графическом редакторе. Юные гости Пушкинке постепенно изучают азы мультипликации. На первом занятии мы знакомились, нас распределяли на группы. И мы тренировались, то есть рисовали на бумаге. Нас попросили нарисовать два любых животных. Я нарисовала зайчика и лисичку. Лесных жителей ребята должны были изобразить с помощью геометрических фигур, поскольку им это очень пригодится для работы в графическом редакторе. Прежде чем перейти к самой рисовке иллюстрации сказки, ребятам предстоит еще немало работы. Однако трудности их не останавливают. На втором занятии юных мультипликаторов познакомили с программой «Пейнт». Здесь очень много навыков от ребенка требуется. То есть владение рукой. Даже не каждый ребенок с мышкой может легко управляться. И даже иногда простую линию нарисовать, если не используя готовые шаблоны, для ребенка сложно. Поэтому вот здесь мы очень надеемся, что каждый ребенок, который пока еще может быть неуверенно себя чувствует, приобретет эту уверенность. Уже он будет бояться, не будет бояться, что у него что-то не получается. Потому что ребята понимают, насколько в доброжелательную обстановку они попали. А мы, библиотекарь, будем им в этом помогать. Студия «Смайлик» – новый проект «Пушкинки». В начале июня набрали группу детей от 7 до 12 лет. В роли мультипликаторов вызвали с себя попробовать 24 ребенка. Фантазийное мышление, знакомство с графическим редактором, отработка навыков проектной и командной работы, монтаж. Все эти знания ребята смогут приобрести во время занятий в нашей студии, пояснила Татьяна Васляева. Мы поставили перед собой сразу несколько таких задач. И мы видим, на самом деле, как разговоры об эмоциях, чтениях художественных произведений, помогают в том числе и детям спокойно относиться к тому, что у них не все получается, когда они садятся работать за компьютером. Потому что мы же знаем, как дети реагируют, если у них вдруг что-то не получается. Занятия в студии планируют проводить каждую пятницу на протяжении всего лета. В конце курса ребята подготовят мультфильм по мотивам сказки «Еловое яблоко». Звание «Образцовый коллектив» присвоили студии эстрадной и народной хореографии «Задоринки». Соответствующий приказ подписал 20 июня министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова. Более 70 танцев и тысячи костюмов, сотни часов репетиций, десятки концертов. За пять лет «Задоринки» зарекомендовали себя как сильный и высокопрофессиональный хореографический коллектив, за стремительным развитием которого следил весь город. Два года назад директор Дворца детского творчества Светлана Калипанова и руководитель студии «Задоринки» Анна Козловская обсуждали вопрос о подаче заявки на звание образцового коллектива Нижегородской области. Но тогда осуществить это не получилось по нормативным документам. В этом году правила изменились, и у «Задоринок» появился шанс. Мы об этом узнали довольно поздно, когда оставалось совсем чуть-чуть времени до окончания продленного срока приема документов. Но мы как-то так переглянулись, все сказали, да что, мы справимся, мы можем, тем более Анна Владимировна только недавно прошла аттестацию, и часть необходимых материалов у нее уже были в том или ином виде собраны. За 10 дней методисты Дворца детского творчества, директор и руководитель студии собирали большой объем материала за 5 лет деятельности коллектива. В пакет документов вошли образовательные программы, методические разработки, сценарии концертов, многочисленные фото и видео. И эти труды не стали напрасными. Приказ о присвоении звания «Образцовый коллектив» студии эстрадной и народной хореографии «Задоринки» подписан 20 июня. Теперь держать марку, стараться еще больше, еще больше уделять времени своему саморазвитию, развивать деток, вносить что-то новое, работать над новаторством в своей программе дополнительного образования, посещать мастер-классы. И, конечно, и мои танцовщики теперь понимают, что на них уже даже на танцевальных площадках города будут смотреть немного по-другому. Звание «Образцовый коллектив Нижегородской области» Задоринком присвоено на 5 лет, до 2027 года. А потом коллективу будет необходимо это звание подтверждать. Мы говорим большое спасибо родителям, детям и, конечно, Анне Владимировне. И я говорю спасибо большое всему педагогическому коллективу, методической службе дворца за поддержку. И, вы знаете, вот пришло положение, и нужно было за 10 дней вот такой большой объем работы подготовить, такой большой пакет документов подготовить, и мы справились. Поздравляем «Образцовый коллектив» в студии эстрадной и народной хореографии Задоринки за служенным званием и желаем покорения новых творческих вершин и дальнейших побед. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.